Так, друзья, всем доброго дня! Не так давно я себе купил термостатический смеситель и вот было каково мое удивление, что многие вообще не знают, что это такое и как им пользоваться. Как я сам называю эти смесители, они смесители, скажем так, 3.0. Первые были это обычные барашковые смесители, да, вот с крутилочками здесь. Вторые это были рычажковые, ну то есть такой рычажок, вы поворачиваете вправо-влево, то есть все ими знают, сейчас пользуются многие ими. И третье это вот эти вот термостатические смесители. Сегодня я про них расскажу все за и против, стоит ли их покупать, что это такое, как они работают и так далее и тому подобное. Ну что, не будем затягивать, давайте начнем. Для начала начнем с устройства этого смесителя и как он вообще работает и как им пользоваться. Смотрите, это очень простая по сути конструкция, ей пользоваться еще проще, чем рычажковым смесителем. У него есть два барашка, как на обычных вот этих вот барашковых смесителях, но они выполняют здесь немного другие функции. С одной стороны, вот здесь вот, если вам видно, вот видите, стоит температура как бы 38 градусов и вот так вот идет точка напротив него. То есть этим рычажком вы задаете температуру. Можете задать ее меньше 38 градусов, там чуть ли не до 10 градусов будет идти холодная вода. Либо можете задать больше 38 градусов, вот так вот нажали кнопочку и покрутили сюда. То есть будет идти практически кипяток. Но по умолчанию практически у всех смесителей стоит вот эта вот точка на 38 и соответственно у вас всегда будет уже течь смешанная вот эта вот тепленькая водичка. То есть холодная с горячим будет смешиваться и вода у вас будет течь именно 38 градусов. Каким образом это все дело происходит? Вот с этой стороны у нас стоит термо... такой статический клапан. У него внутри находится металлическая стружка и воск, как многие пишут. И получается, что если вам нужно холодную или горячую воду, вот эта вот стружка с воском, они либо сжимаются, либо расширяются. Соответственно они перекрывают либо холодную, либо горячую воду в зависимости от того, как вы крутите вот эту вот ручку, какую воду вам нужно. И происходит это очень и очень быстро. То есть у кранов ГРОИ это происходит примерно за 0,3 секунды. У других фирм может быть где-то 0,6 секунды. Но все равно это все происходит очень и очень быстро. И вот смешивание воды, вот эта вот реакция практически молниеносная. С другой стороны здесь у нас стоит вот такая ручка переключения. В моем случае у меня душевая стойка, включается либо тропический душ, либо обычная вот такая ручная лейка. То есть тоже вы включаете вот так ручная лейка. Соответственно прибавляется вот так вот будет малый напор и до конца это будет максимальный напор. Выключаете, также включается тропический душ. Нажимаем кнопочку, включается максимальный напор тропического душа и там минимальный напор тропического душа. Ну и соответственно вот так вот все выключается, когда вот эта точка совмещена с точкой на корпусе. То есть у вас не тропический, ни такой душ не течет, то есть вся вода выключена. То есть видите, очень здесь очень и очень элементарно, скажем так. Сзади у нас находятся подводы для горячей и холодной воды. То есть видите, здесь идут два подвода, все собственно стандартно. Внизу подсоединяется у нас душ, то есть вот эта вот душевая лейка, которую держать руками. Собственно вот так вот работает. Это очень легко и просто термостатические смесители, они вообще ну как бы если вы разберетесь, поймете как они работают, они намного легче и проще работают, чем вот обычные эти смесители. Давайте пробежимся по плюсам. Какие плюсы есть? Вот эти смесители, они просто незаменимы для людей, кто живут допустим в частных домах, где стоят у вас там котлы, либо колонки стоят, либо у вас есть большие скачки горячей воды. Здесь вы один раз выставили температуру и все вот эти скачки вам по сути по боку. То есть у котлов, у колонок есть вот эти скачки горячей воды, то она там слишком горячая течет, то она тепленькая течет и в общем вот такой вот качели вот эти вот могут быть. С этим смесителем вы просто это забываете. То есть выставили 38 градусов и все, у вас вода идет всегда тепленько. Особенно это классно для детей, то есть дети не холодная, не горячая вода идет именно такая тепленькая, какая должна быть. И это вот большой плюс. Ну и еще один плюс, то что пользоваться ими реально легко и просто. Теперь пробежимся по минусам. Минусов здесь, как я считаю, три. Вот таких вот глобальных минусов. Первое это то, что эти смесители стоят очень и очень дорого. Вот например у меня фирмы Гроя, Гроевский смеситель, точнее у меня душевая стойка, вот я брал такую стойку, она собирается в душевой кабине у меня будет стоять. Стоят они дорого, они стоят где-то и по 30, и по 35 тысяч есть. Но это Гроя, то есть если поискать других производителей, можно найти дешевле конечно, но все равно они будут там 25-20 тысяч как минимум. Если это какой-то не дикий Китай, а какой-то нормальный производитель, 1025 они в любом случае будут стоить. Еще раз напомню, я говорю сейчас про душевую стойку. Если просто взять вот такой вот смеситель, вот Гроевский, он стоит где-то в районе 10 тысяч рублей. То есть ну как бы тоже немало. Это первый минус. Второй минус это вот этот вот термостатический как раз таки картридж. Если он у нас накрывается, то он зачастую стоит половину стоимости от этого нашего смесителя. То есть ну если допустим сам смеситель от Гроя сейчас по акции стоит там 10-12 тысяч, соответственно клапан этот будет тысяч 5-6 стоить. И ремонт ну как бы не дешевый такой. Хотя у Гроя 5 лет гарантии. Ну и третье, рекомендуется, если у вас вода с известковым налетом, то есть много извести в ней, да, рекомендуется ставить определенные как бы фильтрующие элементы, которые смягчают воду, убирают вот эту вот известь. Также здесь нужно ставить клапана грубой очистки, вот с сеточкой, где сетка у нас очень-очень мелкая. Потому что вот этот термостатический клапан, он у нас очень сильно реагирует на всякое засорение, на всякую известь там и так далее и тому подобное. Вот это вот три таких основных минуса. Ну как я считаю, смесители вот эти вот, они очень сильно упрощают смешивание воды. Они имеют место быть, они сейчас, ну как бы, получают такое огромное распространение. Я думаю, скоро китайцы до них доберутся. И стоить они будут намного меньше. Вот сейчас пока идут они там немецкие, французские, итальянские там и так далее и тому подобное. И соответственно цены на них дорогие. У меня у брата уже есть такой смеситель и работает он достаточно продолжительное уже время, около двух-трех лет, никаких проблем с ним нет. То есть один раз выставили 38 градусов и все, и работает. И вообще, то есть, говорит, вот этой ручкой просто открываешь, пошла вода, пошла тепленькая, идет она достаточно быстро. То есть он сам перекрывает холодную воду и дает вам, допустим, горячую. И всегда поддерживает вот эти вот 38 градусов. Вот такое вот видео получилось. Если понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, пишем свои комментарии, что вы думаете об этих смесителях. А у меня, друзья, на этом все. Всем пока.